Перед началом просмотра включите VPN и посмотрите хотя бы одну рекламу, этим вы поддержите мой канал, спасибо. В общем, я посмотрел Тёрнинг Ред, или я краснею, а домиши и пиксар. И как вам сказать, я вообще не целевая аудитория данного мульта. Нет, мульт по-своему прекрасен, но нацелен он больше на женскую аудиторию. Пацаны явно будут в шоке от того, что там происходит. Первую половину фильма я вообще не понимал посыл мульта, а в конце уже немного втянулся и даже проникся местной драмой. Хотя она тут до боли проста и понятна. Есть 13-летняя девочка Мэй и её три подружки. Она слушается маму и вообще вся такая прилежная, семейная и умная. Но внутри она настоящий бунтарь. Она хочет тусоваться на концертах местных БТС с подружками, а не сидеть и штудировать умные книжки по математике. Именно здесь у меня и закралось только сомнение, что этот мульт сделан явно не для меня. Ну типа тусичи с подружками чек, мечты о мальчиках чек, женские разговорчики тоже чек. Но дальше всё для меня изменилось. Именно тогда, когда Мэй превратилась в Красную Панду, и история обрела более интересные оттенки и какой-то смысл. Знаете, кстати, почему она превратилась в Красную Панду? Потому что женский род семьи Мэй обречён на это. Всё благодаря их далёкому предку Сань И. Во время Древней войны она попросила у богов дар, чтобы защитить своих дочерей. И боги исполнили её желание. Во время Красной Луны она, используя свои эмоции, начала превращаться в Красную Панду и защитила свою семью. Этот дар передался всем девочкам её рода, который и является Мэй. Лишняя эмоция может пробудить в ней внутреннего зверя. Ооо, а этих эмоций будет предостаточно. Мало того, что она девочка-подросток, так ещё и маман творит просто лютую дичь. Её мамка меня бесила целый фильм. Ну мечтает девочка о мальчиках. Что ты к ней так привязалась-то? Вот этот рисунок и её лицо вообще по итогу стали мемом. Нет, надо влететь в магазин, где работает этот чел, которого она нарисовала, и прилюдно его отругать, не понимая, что это всего лишь рисунок. И ребёнок просто фантазирует, и никто её не лапал. А если бы даже и лапал, стала бы она рисовать такие рисунки у себя в тетради. Так ещё и все её рисунки выставила на показ её одноклассникам. И все узнали, что и нравится вот этот чувак из магазина. А потом вообще не понимать, что случилось с её ребёнком, когда она уже стала красной пандой. Суматошно бегать и предлагать прокладки от, простите, месячных. Но ты же сама знала, что всех женщин твоего рода ждёт эта участь. И примерно в таком же возрасте все они становятся пандами. Но нет, будем тупить дальше. Давайте ещё приедём в школу, где она учится. Будем следить за ней, а потом на весь класс сообщим, что ребёнок забыл прокладки дома. Как тут не бомбанёшь и не покраснеешь? Не зря мульт так называется. Любой бы тут в разъярённую панду превратился. Мать, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Но всё сводится именно к простой истине. Её тоже не понимала её мать и была такой же строгой и навязчивой в плане послушания. Поэтому она точно так же пристально следит за своей дочерью и даже прохода ей не даёт. В конце, конечно же, побеждает любовь. Мать понимает, что не стоит так сильно приставать к своей дочери. И если ей хочется превращаться в красную панду, пусть превращается. Это её выбор. Многим бы родителям с лишней заботой показать этот фильм. Может, чему и научатся. По сути, красная панда – это всего лишь аллюзия на обычных подростков, у которых появляются разные увлечения. Например, противоположным полом и банальное недопонимание родителей. Меняется настроение, эмоции, восприятие мира и так далее. И этот мульт это прекрасно иллюстрирует. Говоря о том, что в каждом из нас сидит такой зверь, готовый вырваться наружу в любую секунду. И не стоит себя загонять в рамки, а нужно идти к своей мечте и развиваться как личность. Ведь все мы индивидуальны. Вот такой вот до боли простой и милый мультик. С одной стороны, да, вся эта подростковая штука с девочками зайдёт именно девочкам. А с другой стороны, парням тоже будет интересно посмотреть на всё это. Хотя бы из-за отношений детей и родителей. Блин, у меня даже слезинка в конце проявилась. Так трогательно Мэй с мамой в конце болтали. Плак-плак. И батя у неё чёткий. Простой, но сук чёткий. Весь фильм правильные вещи делал. И по итогу начал слушать местных БТС. Кстати, заглавную песню For Town Nobody Like You написала Билли Айлиш и её брат. Это так, забавный факт в конце. Вот такие дела, ребят. Напишите в комментариях, как вам фильм. Понравился или нет? Будет интересно почитать. Хочу также сказать спасибо всем, кто включает VPN и смотрит рекламу на канале. А также огромное спасибо всем, кто подписался на меня на Бусти. Обещаю скоро выкладывать туда больше интересного контента. Спасибо всем ребятам, которые поддерживают мой канал. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ну и про Ютуб не забывайте. Подписывайтесь, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать будущие озвучки и разборы. А я с вами не прощаюсь, ребят. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok